Это утро в Петербурге, прямой эфир в студии Василий Киров и Людмила Ширяева на твою любимую тему. Будем говорить об игрушках, но со взрослой стороны. Аналитики наблюдают ежегодное увеличение объемов продаж детских товаров в интернете. При этом доля подделок на этом рынке составляет 30%. Безусловно, новые игрушки это всегда новые эмоции, это хорошее настроение. Но что делать, если вы купили игрушку, а малышу она не понравилась или оказалась некачественной, с браком, из плохих материалов, недостаточно прочной? Вот какие правила распространяются на возврат таких игрушек, средств гигиены или, например, детской одежды? Обсудим с нашей гостью в студии юрист Валерия Слончак. Валерия, доброе утро, здравствуйте. Вот, казалось бы, тема детская, но хочется все-таки ее обсудить, скажем так, с позиции родителей, которые за все эти игрушки платят. И зачастую действительно их приходится возвращать обратно. Доброе утро. Сразу обозначим такой момент, что вот есть товары, которые действительно нельзя вернуть в магазин. Это нижнее белье, носки, по-моему, какие-то ювелирные украшения. Предметы, лишние гигиены. А вот игрушки относятся к этой категории? Нет, игрушки к этой категории не относятся. И, несомненно, на игрушки, которые относятся к непродовольственным товарам, относятся всеобщие правила для возврата данных вещей в магазины. Ну хорошо, а бывают игрушки технически сложные. Мы знаем, что нельзя как раз-таки вернуть какие-то предметы электроники, технику обратно в магазин. А бывают игрушки такие, что, на первый взгляд, обычная плюшевая кукла, а на самом деле в ней микрочипы, компьютер и так далее. Вот как в этом случае быть? Что подпадает под эту категорию или нет? Если говорить про технически сложные игрушки, у нас, конечно, технически сложные товары, они установлены постановлением правительства. И там есть четкий список? Там есть четкий список, но можно выделить определенные признаки, отдельные признаки таких товаров. Во-первых, это товары длительного потребления, на которые установлены гарантийные сроки. В основном это год, но бывают и более длительные гарантийные сроки. Во-вторых, в основном это, конечно, сложные конструкции товаров, сложные конструкции игрушек. То есть понятно, что электронные игрушки, например, собачки на пунктах управления будут относиться к таким технически сложным товарам. И в основном тоже такой признак технически сложных товаров, когда для использования данной игрушки необходим какой-то энергоресурс. Это вот такие основные признаки, батарейка, либо зарядка. Вот у меня был, например, случай из собственной практики, когда я пытался вернуть технически сложную такую вот игрушку для взрослых. Ну, скажем, это была компьютерная техника, игровая приставка и так далее. И, значит, продавец не хотел ее принимать, потому что якобы говорил о том, что это технически сложное устройство. Но в перечне, который существует, конкретно игровая приставка не указана. Если там не указана, например, в этом перечне электронная игрушка на батарейках, но можем ли мы ее в данном случае вернуть тогда, как-то наставить на это, если ее нет в этом перечне? Конечно, можем. Для этого, да, зачастую бывает так, что продавцы не хотят возвращать деньги, либо менять товары. Но при этом мы всегда можем обратиться с претензией к продавцу, но дальше уже в судебном порядке доказывать то, что данный товар не относится к данной категории. Либо даже если он относится к данной категории, то мы всегда можем его поменять в случае, если какие-то есть существенные нарушения данного товара. Но уже в судебном порядке. К сожалению. Внимание на экран. У нас есть история от нашего зрителя. Мы обнаружили ее на одном из тематических форумов. Практически твоя ситуация, Вась, но немного другая. У меня, кстати, приняли эту приставку. Игрушку у меня не приняли, так как она интерактивная. Это то, как раз о чем мы говорим. Но ее описание совершенно не совпадает с действительностью. Вместо того, чтобы издавать смешные звуки при тряске и хлопках, она издает звук бьющегося стекла, при этом ее сильно нужно ударить. Вот как быть в таком случае? Это все-таки интерактивная игрушка. Неужели это как раз, как вы говорите, случай судебного разбирательства? Вот казалось бы, за игрушкой лежать в суд. Я бы ответила так на данный вопрос и на данную ситуацию. Во-первых, мы здесь видим по описанию, что игрушка не соответствует никоим образом описанию самого товара. Она не соответствует ни по качеству. Да. Она, в общем-то, некачественный товар, который мы имеем право вернуть в течение 14 дней с момента покупки. Но у нас же есть и случаи, когда мы можем вернуть данный товар и позже 14 дней. Вот, расскажите об этих случаях, когда этот период увеличивается. Да, во-первых, когда нарушения в товаре существенные, то есть, ну, на примере, да, лучше привести, вот, например, та же собачка на пульте управления. А пульт управления не работает. Соответственно, да, это существенное нарушение товара. Мы не можем использовать потребительские какие-то качества данного товара и не можем, да, ребенок не может им играть. Валерий, ну вот в таком случае ведь продавец, он может сказать, что... Сами сломали. Либо так, либо вы же видели эту проблему сразу. Почему вы не вернули сразу? Почему вы возвращаете там больше, чем через две недели? Основное условие здесь то, что это не должно быть по вине, естественно, покупателя. Да, 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 как раз об этом и говорили. А игрушка могла сломаться, и, например, там, спустя 14 дней, вот тот случай, о котором мы говорим... То есть доказать, что это технический брак. Да, мы можем сделать независимую экспертизу, которая должна показать, что это не вина покупателя, а это вина производителя. А это обычно сам покупатель занимается экспертизой. Либо у продавца должна быть какая-то такая служба, которая вот может это подтвердить? У продавца должна быть служба, с которой они сотрудничают и который может провести такую экспертизу. но покупатель может и самостоятельно сделать эту экспертизу, особенно если мы собираемся выходить в судебном порядке. А можно вот коротко в финале беседы? Ведь бывает, что игрушка исправна, но ее хотят вернуть просто по тем причинам, что ее по ней не понравилось. Не понравилось, это нормально. Знаете, вот достал коробку и начал рыдать, не то. Да, в течение 14 дней за вычетом дня покупки, да, можно вернуть такую игрушку. Ну и процедура возврата как в магазине, в обычном, так и в интернет-магазине, в принципе, очень схожа. Ну да, в целом, да. Ничем не меняется, и те же правила, и права покупателей распространяются. Если магазин не хочет принимать игрушку, вот никакие уговоры, никакие ссылки на законы и так далее не помогают. Что делать в этом случае? Как оформить отказ и куда бежать сжаловаться? Мы обращаемся к продавцу с претензией, обязательно в письменном виде, либо по почте России, либо мы предоставляем, наручно приносим администратору либо кому-то в магазин, в течение 10 дней. Этот срок пресекательный. Мы ожидаем 10 дней. Если нам не приходит ответ, соответственно, мы обращаемся уже судебным иском. Валерий, спасибо вам большое. На самом деле, действительно, очень важная тема. Я вот неоднократно с ней сталкивался. Я думаю, что много наших зрителей тоже. Но тему безопасного шопинга совсем скоро мы продолжим. В студии появится научный сотрудник высшей школы кибербезопасности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Будем обсуждать, как безопасно оплатить покупку по QR-коду. Оказывается, что и в этих транзакциях мошенники не спят. Мошенники не спят. Спасибо, благодарим. Валерия Слончак, юрист была у нас в гостях. Всегда рады видеть. Вот, кстати, действительно, важные слова уже сегодня прозвучали во время нашей беседы. А слово одно из величайших орудий человека, писал выдающийся юрист, оратор, литератор Анатолий Кони. В этом году исполняется 180 лет со дня его рождения. Наш обозреватель Андрей Смирнов прошелся по петербургским адресам, связанным с именем Кони, и обратился к редчайшим документам Российского государственного исторического архива.